Абдул Салам Дело в том, что когда мать читала своим детям молитвы, она была поражена, убедившись в том, что Абдул Салам после первого прослушивания повторял наизусть целые главы из Корана, то есть феноменальная память, имел с детства. Поняв, что их сын обладает совершенно исключительными феноменальными способностями, родители Абдул Салама помогли ему получить хорошее образование. В 1946 году он с отличием окончил Кенжабский университет в Лахоре, где он углубленно изучал физику и математику. Успехи в учебе дали ему возможность получить стипендию, чтобы продолжить образование в Англии, в Кембриджском университете, где он получил степень магистра с наивысшими оценками по физике и математике. В 1950-1952 году Абдул Салам занимался весьма результативными исследованиями в области квантовой физики в знаменитой Кавендинской лаборатории, откуда вышли выдающиеся физики Эрнест Резерфорд, датчанин Нильц Бор, русский физик Петр Капица, которым упоминал Эрнест Нуревич. В одном ряду с этими великими именами оказалось вписано и имя пакистанца Абдул Салама. В 1952 году он густяще защитил докторскую диссертацию по квантовой электродинамике, еще до защиты отмеченной премии Смита. После короткого пребывания на родине Абдул Салам в 1954 году вернулся в Кембриджский университет, где начал читать курс лекций по математике. В течение 35 лет он был профессором Лондонского университета, читая лекции по теоретической физике. Но, пожалуй, лучшим лагром в лагром венке славы профессора Абдул Салама было создание в 1964 году в Триесте, Италия, Международного центра по теоретической физике, бессмертному руководителю которого он был в течение 30 лет и который теперь носит его имя. Абдул Салам привлек к работе этого центра самых выдающихся ученых того времени. Так, первым председателем ученого совета центра был директор знаменитого манхэттенского проекта Роберт Оппенгеймер, один из создателей атомной бомбы. Через учебные научные залы этого научного центра, имеющие имя Абдул Салама, прошли свыше 70 тысяч молодых ученых из 80 стран мира, главным образом изразбивающихся стран. Благодаря титаническим усилиям профессора Абдул Салама центр в Триесте стал настоящей кузницей кадров ученых-физиков. Апогеем научных успехов Абдул Салама, термофально увенчавшим его блестящее научное исследование, стало присуждением ему в 79-м году Нобелевской премии, которую он получил из рук короля Швеции Густава Карла XVI. Я не раз задумывался о титанах науки Ньютоне, Дарвине, Карле Линнея, Эйнштейне. В этот же ряд можно поставить и Абдул Салама. Как удалось этим людям, стартовые условия которых были хуже, чем у большинства других людей, подняться на олимп науки и стать похожими на титанов возрождения? Я пришел к выводу, что этот феномен объясняется тем, что эти люди имеют врожденные свойства – любознательность. Настоящим интеллектуалом становится только тот, в ком всю жизнь не остывает любопытство подростка. Вот они с детства испытывают неутолимый гол к знаниям. Именно этот гол, как бешеный пес, больно кусающий за пятки, гонит их вперед, не давая передышки. Как путники, идущие по пустыне, они с жадностью преподают корняку знаний. Исключительная любознательность неутолимой жажды знаний с детства были отличительной чертой Абдул-Салама. Именно они помогли ему подняться на олимп науки и стать одним из величайших ученых XX века. Читая биографии вот этих корифеев науки, и в частности читая великолепную книгу Илдуза Нуревича «Абдул-Саламе», я в полной мере осознал, что именно образование поднимает человека с биологического уровня некоего белкового вещества на уровень высокоразвитого интеллектуального существа, а в один из случаев делает его суперинтеллектуалом, каким был Абдул-Салам. Мне стала понятна фраза великого Блеза Паскаля «Удалите из Франции 300 интеллектуалов, и Франция превратится в страну идиотов». Это сказал Блез Паскаля. В России процент высокоинтеллектуальных творческих людей небольшой, но это именно тот локомотив, который тащит весь поезд. Именно интеллектуалы и прежде всего выдающиеся ученые, такие как вот Абдул-Салам, это те дрожжи, на которых как тесто на дрожжах поднимается экономика, культура, наука и общественная жизнь. Научное наследие Абдул-Салам еще до конца не исследовано. Ученым предстоит открыть новые грани богатейшего творческого наследия этого корифея науки. Не только Пакистан, но и другие страны Востока несомненно обладают высоким научным потенциалом, являются родиной многих одаренных ученых и деятелей культуры. Учитывая это, я думаю, было бы целесообразно проводить в Институте Востоковедни Российской Академии Наук. Конференции или круглые столы, темой которых могла бы стать жизнь и деятельность ученых. Что позволит раздвинуть рамки Востоковедных исследований в Институте и обогатить ориенталистику новыми научными данными. Очень жаль, что до сих пор этого не делается. Я хотел бы закончить словами Василия Андреевича Жуковского. О милых спутниках, которые весь свет своим присутствием для нас животворили. Не говори с тоской их нет, но с благодарностью были. Кто хотел бы еще что-то сказать? Вот он, представительница отдела Пакистана. Это статья профессора доктора Абдулсалама, которую написал в 1986 году в одном из газет Ахмадийско-мусульманская община, которая называется Review of Religions. И это статья про Чодери Мухаммад Зафриллах Кан. Как он его вижу, какие были у них личные отношения. Абратом он говорит о том, что это статье. Я читаю его слова и на английском языке. Чодери Мухаммад Зафриллах Кан was one of the greatest human beings I have had the privilege and good fortune of knowing in my life. I saw Чодери Сайя first in December 1933 on the occasion of the annual gathering of the Ahmada Muslim community. I was then around eight years old. I can still see him in my mind's eye as a very handsome figure with a most impressive bearing. I believe the first occasion when he knew of me was when my father wrote to him in 1940 seeking his advice about my future career. He wrote in reply that he would pray for me and he offered three pieces of advice. First, that I should look after my health. Health was the basis of all achievements. Second, in respect of studies, he advised that whatever lectures in the classroom were due for tomorrow, I should prepare them the day before. and whatever I learned today, I should revise the same day so that it became forever part of me. Third, I should broaden my mind. In particular, when I got to the opportunity to make an educational journey or even a journey for pleasure, I should take it for journeying to new places was conducive to a broadening of one's range of interest. He further says, my first personal contact with Chaudhry Syed came in October 1946 when I sailed to the UK to join Cambridge University for studies. Chaudhry Syed had come to a dockside to meet his nephew who was also travelling on the same ship. Chaudhry Syed was at that time an Indian federal judge. He travelled together to London. The weather was cold. Seeing me shiver, he kindly gave me one of his enormously heavy winter coats. This, in spite of 40 years of use, still survives in the family. I met him again in 1951 when he was Foreign Minister of Pakistan and came to Princeton Institute for his advanced study where I was a fellow. I spent two days in his company. He was then attending the General Assembly of the United Nations. With him, I had the privilege of visiting some of the historical places on the East Coast. Fresh from his duels at the United Nations Forum, fought with highest-ranking adversaries on behalf of the Palestine Arabs, Libya, Morocco, and for Kashmir. My major recollection of him is of someone who would not suffer fools gladly. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.